Вот есть такой анекдот, может и правда была, но, наверное, анекдот все-таки. Там, значит, команда золотую медаль выиграла, и своего тренера, значит, на руках качала-качала, воду уронили, а он, оказывается, плавать не умеет. О, Господи! Вы представляете, какая ситуация? Я вам тоже затеял там делать по бизнесу такой исключительный вебинар, а тут вдруг, оказывается, я не бизнесмен, и вот то же самое, плавать не умею, а сам учу других. Ну, конечно, смешно, да? Но, с другой стороны, не смешно, потому что я просто не бизнесмен. Хотя я недавно рассказывал, что я в Канаде гольфистов учил. Теремис Кользи, гольф-доктор, известный в Канаде, на самом деле к нему меньшего доверия у спортсменов, хотя он очень большой, маститый тренер, вот, меньше доверия, чем если бы он был чемпионом мира по гольфу, тогда бы даже вообще меньше бы знал теорию, больше бы людей к нему с доверием относиться. Я не бизнесмен, но я учил бизнесменов. Я, если будет возможность, на вебинар приглашу тех, кто научил, там и миллионеры, если всякие, ну, хотя бы пару слов, чтобы сказали. Но самое главное, чем я сейчас занимаюсь, дело в том, что очень много людей с физическими ограничениями, ограничения физических возможностей. И с другой стороны сейчас вот эта цифровизация. И вот видите, какие вот столкновения. Эпоха там меняется из одной реальности в другую, и многие остаются без работы. Им необходимо контенты как-то осваивать, как в этой цифровизации работать. Я как раз-таки этот вебинар делаю для того, чтобы человек мог раскрывать свои способности, резервные возможности, которые ему помогают быстрее перешагивать, быстрее адаптироваться из старых пониманий на новые системы. Вот этот прыжок делать, вот этот делать прыжок, и потом будут качать, как те вот золотую медаль выиграли. А тренер, как говорится, его уронили, а он, наконец, плавать не умеет. Да, бывает, что я плавать не умею, потому что я не бизнесмен, потому что я другим занимаюсь. И обучаю бизнесменов тоже, в большом количестве. До встречи.